Зал славы и ветка героя 1. Что дает, стоит ли качать, в какой последовательности и зачем? Поговорим в этом видео, поехали! Я вас категорически приветствую на канале Мастер Викинг. Продолжаем играть в увлекательную, умопомрачительную игру Викинги Вару в Кланс. Ребята, мы дошли до апофеоза наших исследований, потому что у нас заканчиваются неожиданно вот эти замечательные штуки. Че? Все пропало! Все пропало! Поэтому нам придется делать быстро и желательно понятно. Смотрите, сейчас мы смотрим. Первая у нас история, которую мы протестим, это урон против Т4. Давайте мы сделаем контрольный замер и нанесем, например, по Джоконде атаку из 10 миллионов Т7. Вот так. Раз. Мы нанесли урон до того, как проверяем все в атаке. Убили 11 миллионов, 299 тысяч, 154. Это до. Для того, чтобы понять, насколько это работает, ли это в защите, мы нанесем такой же урон против Т4. Нанесем урон в обратку. В обраточку. 10 миллионов отправляется обратно. И мы увидим, что у нас умирает. Это успешная защита. И, естественно, у нас умирают 149 тысяч 714. Давайте мы сейчас поднимем сразу же показатели Т4. Потому что, ну, в принципе, процентовка там неплохая, если смотреть там невооруженным взглядом. Так, где это у нас герой? Да, давайте мы четверочки проверим. Урон героев против 4-го тира попытаемся улучшить. Так, мы увеличили на 25% урон войск против Т4. Для того, чтобы провести тест, мы посмотрим, насколько ситуация изменилась. Точно так же мы нанесем после улучшений удар по Т4. Атакуем 10 миллионами. И посмотрим, что же тут у нас изменилось. Напоминаю, безуспешная атака. 11 миллионов 299 тысяч 154. И 11 миллионов 312. То есть, грубо говоря, 200 тысяч увеличилось количество померзших. Так, ребята, я считаю, что на больших показателях эта атака была 10 миллионами. по Т4, ну, в принципе, в принципе, неплохо. Хотя, хотя, хотя это не 20%, как хотелось бы нам видеть. Маловато будет! Ладно, поехали. Получим то же самое в обратку. Интересно, будет ли изменение, если у нас, если мы будем принимать в защите тот же самый удар. Напоминаю, у нас было здесь 149 тысяч 714. 149 тысяч 714. Ситуация, опять же, повторяю, не изменилась. Абсолютно. В общем, ну, я думаю, что этот показатель в защите работать будет весьма-весьма приблизительно. Но, тем не менее, я не думаю, что у вас будут делать лихие штурмы на Т4. Но просто хотелось бы узнать. Давайте поехали дальше. И сейчас самое интересное. Урон войск против Т7. Мы сделаем тест на локации. Я думаю, что это будет правильней. Давайте мы сейчас захватим. Сделаем здесь, допустим, побольше буст. Для того, чтобы удар был более понятен. Захватить. И отправим сюда, например, 100 миллионов. Отправить, да? Давайте. У нас специально никакого шмота нету. И нанесем удар. Атаковать Т7. Нанесем удар 10 миллионами. Производится атака. Бам! Посмотрим, что у нас сдохло. 283 тысячи 431. Умерло до увеличения данного показателя. Теперь давайте мы сделаем то же самое. Только ударим по городу до улучшения. Здесь у нас просто все как раз-таки находятся семерки. Поэтому можно смело сделать. Это мы на локации защита была, да? У нас на локации защита. Теперь бьем по городу. Бам! И смотрим, что же у нас получилось, да? Из успешной атаки мы убили 1 миллион 84 тысячи 624. Ну, понятненько. Ясненько, понятненько. Сделаем еще и на городе. Нанесем удар против Т7. Атаковать. Так, атаковать. Давайте отправим 10 миллионов. Отправляем на город. Бам! Защита локации и защита города. Что же у нас здесь произошло? Как же мы город? Успешная защита. У нас умерло 1 миллион 229 тысяч 133. В общем, мы видим, насколько изменится защита, защита и атака при изменении данных показателей. Смотрите. Очень любопытненько. Давайте посмотрим и увеличим вот этот вот показатель. Обратите внимание, что этот показатель увеличивается на 10%. Для тех, кому интересно, я вам покажу, что если вы Т1 40, Т2 40, Т3 уже 30, Т4 25%, Т5 20, Т6 20 и Т7 дают вот такие показатели. Вот эти три показателя дают одинаково по 5%. Это чтобы вы понимали, какой профит дает прокачки каждого знания. Давайте произведем захват и нанесем атаку 10 миллионами. Ту локацию вы доблестно выкопали, дай бог нам здоровья. Так, и нанесем 10 миллионами. Надеюсь, смена железа локации дерева на железо ничего в нашей жизни не поменяет. Давай, шевели поршнями. Смотрим, успешная защита 279. Обратите внимание, если в прошлый раз до улучшения данных показателей количество умерших было 283, то сейчас при улучшении урона против седьмого тира мы видим даже в защите 279. То есть данный профит мы получаем и при прокачке. Ребят, и я хочу вам сказать, это со всеми 283 тысячи и 279. Но на таких показателях это все-таки существенно. Когда вы будете дефициту, МС или что-то более существенное по объему, либо башни Асгарда, вы увидите, что если у вас этот бонус есть, вы будете намного сильнее. Это, ребята, круто. Имейте в виду, выборочно прокачать показатель урона против тиседьмых будет иметь огромное значение. Не надо качать все. Прокачать то, что больше всего вас беспокоит на вашем аккаунте. Давайте, теперь то же самое произведем атаку по городу на Т-седьмых. Нанесем урон. Так, десятью миллионами полетели. Так, и посмотрим. Так, мы опять копаем, мы лучше, чем воюем. Я понял. Так, смотрите, здесь у нас ситуация. Ага, это было вот это. Вот у нас атака была по городу. Один миллион двести двадцать девять тысяч. Один миллион двести двадцать девять тысяч, сто тридцать три. То есть, при защите города, где количество войск более чем большое, у нас преимущественного визуального эффекта никакого не будет. Поэтому все-таки количество войск роляет, как вам это понятно в этой игре. Поэтому при дефе каких-то левых сторонних строений, это будет видно визуально. Если вы будете стоять на городе, то в принципе существенной защиты добавлять вам здесь не будет. Поэтому на это можно сказать смело, не обращать внимания. Атака работает прямо вокально-инструментально. Но это не точно. И смотрите, самое интересное, что я хотел протестить. Надеюсь, мне хватит на это знаков славы. По крайней мере, хотя бы частично. Это очень интересный показатель, по моему мнению. Потому что это так называемые минуса. Влияние героя на урон войск врага. Ну, давайте для этой цели мы посмотрим на урон войск врага. Давайте мы атакуем прямо город. Прямо неожиданно. И отправим, например... Давайте сейчас бустанемся и отправим 100 миллионов. Чтобы число было примерно понятное. Так, 100 миллионов отправим Т-7. Отправляем Т-7 на город наш, родной. Так, урон войск от Т-7. Успешная защита. 100 миллионов. У нас умерло 12 миллионов 291 334. На урон войск врага. Давайте на всякий случай мы еще сделаем такое. На всякий обратный тест сделаем. Нанесем обратный удар. Атаковать. Я не думаю, что это сильно будет. Но, тем не менее, давайте попробуем. Так, атака идет. Бам! Нанесли атаку. Там тоже Т-7. 1 миллион 98214. Это вот такой показатель, который мы получаем. И давайте прокачаем данный навык. И посмотрим, что же он нам даст. Любопытно. Так, прокачали. 5% мы получили влияние героя на урон войск врага. Давайте сразу нанесем атаку. Атаковать. У нас, напоминаю, успешная защита здесь была от... Сейчас, минутку. От 100 миллионов. Урон войск врага. Попытаемся снизить урон войск врага. Давайте посмотрим. 12 миллионов 291 тысяча. А здесь 12 миллионов 98. 200 тысяч, ребята. 200 тысяч потерянных войск при... Это Т-4. При атаке в 100 миллионов. Без штурма, без бустов, без всякой ерунды. Ребята, я считаю это очень много. Все-таки лишний раз, даже 5% понимания того, насколько визуально и невизуально это все видно. 200 тысяч юнитов остаются сохраненными. Это если вы играете на городе, на городе. А если вы будете играть на локации, это еще будет более ощутимый, ощутимый результат. Давайте мы продолжим тестить, пока не закончились у нас вот эти истории. Мы помним первоначальный наш тест с уроном пустым, да. Мы сделаем то же самое и на здоровье врага. Насколько это все дело повлияет. Давайте мы улучшим здоровье. Так, теперь смотрим влияние героя на защиту войск врага. Насколько это поменяется ситуация, мы сейчас глянем. Если мы еще уменьшим защиту войск врага. Нанесем атаку 10 миллионами. Есть, да. Посмотрим. Предыдущая атака унесла 1 миллион 98 тысяч. Один миллион сто шестнадцать. Ну, я бы сказал, такое себе. Хотя, опять же, повторюсь, если вы будете играть на крепостях, на локациях, вы это существенно все хозяйство увидите. Давайте попробуем еще сразу же, там, недолго откладывая в долгий ящик, поднимем еще и здоровье. И я думаю, что тогда ситуация станет нам понятна. Та же самая история. Наносим атаку. После увеличения еще получаем пять процентов. И вот теперь мы можем увидеть сто тридцать семь. То есть, если этого навыка не было, сто девяносто восемь против сто тридцати семи. Мы видим, что увеличение, вернее, понижение здоровья врага, такая себе история, если мы говорим о городах, где большое количество войск. Если мы, конечно же, опять же, говорим на локациях, вот эти показатели будут суммироваться и давать большое, да большое, большое значение. Вывод такой, который у меня сложился из определенного данного теста. Вот этот показатель героя также имеет огромное значение в прокачке аккаунта. Значит, качать, естественно, я бы рекомендовал те показатели, с которыми вы чаще всего сталкиваетесь. А именно, урон Т-7, а именно, влияние героя на урон войск врага. Это однозначно, вот эти четыре нижних показателя нужно качать абсолютно любым аккаунтом, которые играют в нашу замечательную игру. Также можно подумать и порекомендовать урон войск против Т-4, так как есть у нас определенные ивенты, в которых их необходимо уничтожать. Остальные, для тех, кто имеет незначительный донат и мало работает по городам, я бы вот эти вот знания бы качал в самую-самую последнюю очередь. Потому что они не дадут вам большого профита, если же, повторюсь, вы не играете активно по городам. Вот эти пять знаний прокачать нужно, остальное можно качать потом. Может быть, потому что у нас нет другого выхода. Вот такая история, которую я хотел вам сегодня рассказать. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы и получайте ответы. С удовольствием буду делиться своим опытом. Да пребудет с вами сила, с вами я, мастер. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok